А далеко-далеко Так, очередное письмо. Сегодня особый день, поэтому я разговаривался. Следующее письмо. Игорь Юрьевич пишет. Единственная просьба. Иногда делиться знаниями и опытом. А, он мне что-то выписал. Еще есть два растения, которые я в продаже нигде не мог найти. Это терн-мирт. Возможно, вы знаете, где можно терн найти. Купила в прошлом году. А почему это? Подпись Игорь. А купила. Ну, это, видимо, одна семья, одна сатана. Купила в прошлом году саженец под названием термослива. Казался сухой. Да уж. Вот купили полусухой саженец. Сильнейшая обрезка. Низу несколько почек оставили. На сутки воду замучили и садите. С чего на этот саженец должен был вдруг у вас это? Прости, значит, с чего ради-то? Как человека, покойника из этого, из морга достать и начинать реанимировать, когда уже справка выдана о смерти. Вот так. А, я же не ответил на вопрос. Ну, что такое мир? Вы знаете, это комнатное древесное растение. То есть, не кустарники, не цветочные, не кустарниковые. А вот это вот микромир, вот этот деревянный. То есть, и все-таки деревья. Это такое извращение, такая пытка над деревьями. Вот. Я даже таких, когда это вижу, то как-то, в японце как-то называется, сейчас вспомню. Когда они 100-летние деревья ниже колена. Такое издевательство. А старею. Ну, вы поняли. Ну, что касается терн. Он единственный после диких ябл, диких груш. Чуть ли не единственный, что у нас еще в стране есть свое, родное. И годится, конечно, как подвой. Где его взять? Ну, лучше всего в вашей же местности. Только надо... Да если вас, где бы вы ни жили. Вокруг вас полно садоводов, а не сзади терн. У меня его нет. Ну, почему у меня его нет? У меня ветки отрезанные привозили. Говорят, вот мы вам это дали. Может быть, вы косточки возьмете, там, семечки. Ой, то есть, косточки порастите. Может, вам терн нужен. Вот. Для меня терн – дикая слива. А слива есть особая. Называется она уссурийско-китайская группа. Это широченный такой, знаете. Это когда поставишь 10 саженцев рядом. Выросли, они все разные. И такое бывает. Вот. Поэтому терн для меня неинтересен. Я вам советую особо за ним не гнаться. Есть примеры. Единичные, чуть ли не 1-2 на всю страну. Когда на терне прекрасно плодоносит амбрикос. Ну, правда, поры до времени. Так. Вот. Персик и слива. И все-таки китайско-уссурийская группа слив, она и съедобна, и морозостойкая до 40, и еще ее кушать можно. Еще и кушать можно, еще и как подвой. И как самостоятельная культура. Поэтому терн, это как сказать, запорожец. А уссурийско-китайские, как я их так называю. Китайка красно-желкая, Китайка красно-синяя. Китайка красно-розовая. Китайка, то есть уссурийка желтая, и Китайка красно-фиолетовая, и синий-фиолетовая. Видите, какой это разбег. А это все одно и то же практически. Вот. И выходить за эти пределы. Если терн это запорожец, то, допустим, эти китайки все я перечислю. Это крепенькие жигуль. Вот они все должны быть в саду. А терн, ну, за немением. Ездил я на запорожец. Вот такой у меня общий ответ. Я, опять же, это сегодняшнее письмо, поэтому я отвечу на вебинаре. Но трудно каждому, поскольку отвечать, уже крыша съедет.